Как я уже рассказывала в своём видео о Японии, в этот раз моя дорога в страну высадящего солнца пролегала через Корею, и сегодня я хочу поделиться своими впечатлениями о ней. Если по пути в Японию я пробыла в Корее всего лишь одну ночь, прибывая в Данхэя, когда уже смеркалась, и на следующее утро я была уже в аэропорту, то на обратном пути я смогла погулять по Сеулу. Мои знакомые, которые бывали в Корее до этого, всегда отзывались из Сеули как «Вау, это лучшее место, где я когда-либо был». Для меня это не так. Возможно, дело в том, что я уже была в подобных больших городах в Китае, прожила какое-то время в Японии, в том числе была в прошлый раз в столице Токио, и поэтому мне теперь есть с чем сравнивать. И на меня уже Сеул не производит такого вау-эффекта, как мог бы, если бы я в первую очередь посетила Корею. Если Харбин для меня — это толпа, для которой я диковинно зверюшка, Япония — это что-то вроде рафинированной игрушечности, в первый день посещения которой я даже подумала, что меня затянуло в какую-то игру-матрицу, то Сеул для меня — это некая смесь России с Таиландом, и всё это под лоском мегаполис. Почему так? Просто когда ты попадаешь сначала в центральную улицу Сеули, ты идёшь, и вокруг тебя вот эти огромные здания, какие-то небоскрёбы, все такие красивые, но стоит лишь опустить взгляд чуть ниже, и ты видишь эти лавочки, которые очень похожи на тайские. Я имею в виду тем, что они такие немного обшарпотные и очень-то как бы вылизанные. Улицы не такие чистые, как в Японии, а я к этому уже привыкла. И в целом какое-то такое странное ощущение того, что собрана культура очень многих стран, хотя вроде бы там живут одни корейцы. Ну, то есть после Японии ты ожидаешь уже чего-то такого привычно азиатского в твоём понимании, но на самом деле это действительно ближе к Китаю по своей культуре, и я даже не знаю, может быть, и к русским. И, возможно, кстати, поэтому россиянам очень нравится Корея, как раз больше, чем Япония. Касается это и сервиса, потому что, допустим, в той же самой Японии, где клиент всегда прав и сделают всё, что угодно ради вас, в Корее это что-то вроде нашего сервиса, когда как бы, ну, что-то нужно сделать, но при этом сильно довольное лицо строить не будут. И вот мы идём по Сеулу, по центральной улице, всё красиво, цивилизованно, чуть-чуть вправо, и там уже обычные дома, нет уже этого такого лоска, всё как бы как привычно где-нибудь, в принципе, даже в России. Единственное, что меня удивило, это их улицы, то есть как будто у них есть какая-то тематика каждого конкретного места. Например, что меня поразило, это были очень много магазинов в одном месте, багетных мастерских. Правда, картины там продавались очень странные, но это, допустим, там прям мастерская, действительно, то есть можно с улицы заглянуть, и видно, как дерево шлифуют, и картины одевают в их будущую одежду. Потом были улицы какой-то смешанной тематики, вообще разных предметов. То есть это была, например, улица, что связано с мотоциклами, то есть их продажей и починкой. И тут же было очень много магазинов искусственных рук и ног. Я забыла, как это называется, потом где-нибудь здесь напишу. И это очень странные такие контрасты. При этом выглядит это всё как бы не как какие-то дорогие клиники, а как действительно тайландские забегаловки, потому что те же рестораны, которые хвалят все, то есть какие-то больше, не знаю, домашние. Это, опять же, ты заходишь в какое-то такое немножко обшарпанное старое заведение, где будет одна какая-то женщина, которая тебе готовит, возможно, с мужем. И, ну, это действительно похоже на Дайланд, где примерно так же всё это и работает. Кстати, что меня поразило насчёт еды. Меня все предупреждали, что в Корее очень острая еда, а я этого не так чтобы люблю. Поэтому, придя туда, я очень долго искала, где бы мне поесть, и зашла просто по дороге в какое-то интересное заведение. Мне оно понравилось просто потому, что там было очень много деревьев, садик, и, как я посмотрела, там какая-то европейская кухня. И вот то, что мне принесли. Оно выглядело вкусно, пахло вкусно, но оно действительно было очень острое, и для меня вообще необычно, что вот это блюдо можно было в такое превратить. А когда же я попала, наконец-то, в эти самые семейные рестораны, то там остроты вообще не было. Возможно, они всё-таки как-то смотрят на меня, как на туриста, и не добавляя столько специй, но в целом я ожидала чего-то более острого, была, наконец, довольна, что я могу нормально поесть. И, в принципе, за те деньги, которые стоят, допустим, вот такой набор блюд, это очень много, и съесть, допустим, для меня очень тяжело. Во время прогулки я также встретила очень много зданий и каких-то комплексов, которые, возможно, были построены для Олимпиады, которая проходила недавно в Сеуле. И сейчас, поскольку было уже тепло, а это было зимнее мероприятие, там, допустим, на конькобежных дорожках катались на роликах, в целом тренируются очень большие площади вдоль залива, на которых можно гулять как пешком, так и на велосипеде. Единственное, очень много мошкары. И, кстати, там я, наконец-то, увидела розовую сакуру, потому что в Японии, в Кумамото, она была только белая. И меня это, кстати, очень удивило, потому что я всё ждала этих розовых мест и облаков, лепестков, но не увидела. Что меня действительно поразило в Корее, так это их машины. Я была убеждена, что вижу только Мерседеса и Бентли, но потом, как оказалось, то, что я приняла за Бентли, на самом деле было Химляй Генезис. И действительно, эти машины, это такое ощущение, что ты идёшь по каким-то космическому пространству, и это всё космические какие-то спорткары мимо тебя проезжают. Очень красиво и очень широкие дороги. Я не знаю, сколько там даже полос, по 8 бывало в среднем. И пробки, что напомнил мне Владивосток. И, честно говоря, парковкой тоже, потому что если в Японии вы не можете припарковаться где вам вздумается, для этого есть специальные места, парковки платные, то здесь парковались где угодно, на обочинах прям, то есть я поставила туда и пошёл. И в целом вот эти узкие улочки, которые там, когда ты поднимаешься куда-то, и по ним машинам тоже очень сложно ездить. То есть я люблю водить, но в Сеуле я бы этого не хотела. В целом же, несмотря на то, что у меня было не так уж много времени, это была интересная прогулка, и всё-таки я собираюсь как-нибудь вернуться в Корею и уже путешествовать по ней побольше. Что касается обратного пути, то мне опять предстояло добраться из Сеула в Данхэ. Ехала я на поезде. По дороге тоже увидела очень много сакуры. И вот, кстати, уже когда отъезжаешь от столицы, то там действительно чем-то похоже на Японию, потому что это какие-то места, где расположены частные сектора небольшие, у них какие-то поля. И в целом жизнь как бы там янно по-другому течёт. Поэтому нельзя, конечно, судить по одному месту всей стране. Что же касается парома. Опять же, как я рассказывала про своё путешествие в Японию, для меня это был ад, и я очень не хотела опять плыть по морю, но у меня, к сожалению, не было другого пути. К тому же мне пообещали, что мой случай — это случай один на миллион, и на самом деле такой погоды с таким штормом практически не бывает. Ну, собственно, у кого-то везение, оно везение. И в этот раз я прям действительно боялась. Я уже, обдумав всё, купила себе билет в эконом-класс. И, кстати говоря, так уж вышло, что в этот раз эконом стоил дороже, чем по осени первый класс. Но в целом это действительно намного удобнее, потому что есть своя кровать, которая закрывается шторкой. То есть я действительно не понимаю вообще смысл того, что ты переплачиваешь деньги за то, что ты находишься с челюжими людьми. Просто плетём к плечу. Хотя как бы то, что касается, я не знаю, там для бедных, так сказать, там намного уютнее и комфортнее ехать. Возможно, конечно, если бы мы ехали с семьёй, то есть у нас было бы сколько там, четыре человека, то нам было бы удобно выпупить себе целую комнату, потому что тогда можно взять от неё ключ и жить там себе спокойно вчетвером. Но когда ты один, в этом смысла вообще никакого я не вижу. И в этот раз это был для меня просто кайф, потому что я утром проснувшись даже не поняла, в чём дело, потому что качки не было вообще. Я даже смогла выйти на палубу и увидеть наконец-то то, ради чего, мне кажется, вообще, в принципе, стоит путешествовать по морю. Это состояние, когда ты стоишь, а вокруг тебя нет ничего, кроме морской глади, которая уходит куда-то вдаль и там растворяется в тумане. То есть ты себя ощущаешь, как будто ты один на целом свете, и это действительно стоит того, чтобы хоть раз в своей жизни ощутить. Так что в этот раз я, в принципе, согласна, что путешествие по морю может быть интересным, если вам повезло с погодой. И поскольку было довольно-таки тепло, то я смогла наконец-то ещё и посмотреть на свой город, то есть на Владивосток, когда ты заходишь в залив, и действительно тогда открываются совсем другие виды, которые мне до этого видеть никогда не приходилось. Ещё была такая погода, туман, всё такое загадочное, какое-то мистическое, что ли. И какой же вывод до сего я этого сделала? То, что действительно последний год наконец-то стал для меня связан с путешествиями, и это действительно то самое, для чего стоит жить, чтобы посмотреть на то, как живут другие люди, какая у них культура, и посмотреть то, что ты никогда не видел. Потому что тратить, допустим, те же самые деньги на какие-то материальные вещи, это, конечно, хорошо, но ничто не заменит впечатлений. И это как раз то самое, на что стоит тратить свою жизнь, своё время и энергию. А вот тот самый, Продолжение следует...